Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что вы обращаетесь в раздел «Психология». Вроде бы вы это понимаете, потому что указали раздел «Любовные отношения». Но ваш вопрос поставлен так, что с точки зрения психологии ответить на него представляется достаточно сложным, потому что по факту вы не говорите в своем тексте о своих чувствах, вы говорите только о определенных ситуациях, которые произошли. И вы говорите, что вы создали любовную треугольник, из которого, ну, в котором вы выбирали, вот, точнее выбрали вас. Вот. Но мне кажется, мне кажется, что это всё достаточно такая история. Знаете, поверхностная история, вот, потому что, ну, всё-таки, всё-таки, это не раскрывает, вот, ваших проблем. Ну, именно, вот, сути ваших проблем это не раскрывает и не даёт понять, как бы, в чём именно ваш запрос. То есть, вы просите нас сейчас по факту, чтобы мы решили за вас, как вам поступать. То есть, чтобы мы решили за вас, что вам делать. Я не думаю, честно говоря, что это та позиция, которую может дать вам психолог, потому что психологи не советуют. Психологи помогают человеку лучше разобраться в себе, лучше понимать себя и свои чувства, но ни в коем случае не советуют. Вы же хотите именно совет. Вот. Так что, тут вот, наверное, первое, на что вот хочется, хочется обратить какое-то, какое-то вот внимание, да, в вашем, потому что это бросается в глазах. Смотрите, я не знаю, что делать, чтобы что, да. То есть, вот, вы говорите, вы описываете, по сути, там, два варианта, да, но вы не говорите, что хотите делать, да, что делать, чтобы что вы хотите. Бороться за отношения, чтобы что, опять же, да, вот, там, отпустить человека, к примеру. Тоже, чтобы что. То есть, это вот, мне кажется, что этот момент вы не раскрываете. То есть, вот, именно свою цель. Дальше. Сдаться или продолжать бороться наступая себе на горло. Вот, в чем, конкретно, вы наступаете себе на горло. То есть, если вы, к примеру, хотите, ну, бороться, если вы хотите что-то делать, допустим, ну, для отношений, если вы хотите как-то их спасать, реанимировать, допустим. Вот. То, в чем, в таком случае, может проявляться ваше наступление себе на горло? То есть, вы человека либо любите и хотите для него что-то делать, либо вы человека воспринимаете как, ну, вот, по сути, средство. Средство для реализации своих желаний, например, своих потребностей. То есть, в чем вы себя пересиливаете? А если человек напрямую мне говорит, что не хочет быть со мной? Ну, если человек напрямую говорит, что он не хочет быть с вами, то к нему как минимум, как не как минимум, стоит прислушиваться. Да, если вы любите его, если вы уважаете его, то как минимум нужно прислушиваться к человеку, если он говорит, что не хочет быть с вами. Как минимум ему, наверное, ну, как-то вот стоит дать понять, что вы услышали человека, стоит дать понять, что вы поняли человека, стоит дать понять, что его решение, его желание, вами, как бы, ну, принято. Вот. А сейчас, на данный момент, мне кажется, что человек, он не чувствует, он не чувствует того, что вы принимаете решение. Что вы принимаете решение, которое человек принял. Вот. Я, конечно, ну, могу, безусловно, ошибаться. Я, конечно, могу говорить не совсем, ну, это не совсем верно, да, но мне кажется, что это достаточно важно. Дальше. Были чувства у кого? В начале отношения накосячила я. В чем? Был треугольник, из которого я выбрал одного из двоих. Ну, понимаете, вот здесь такое ощущение, что у вас имеет место быть некое чувство вины. Там. То есть, вот вы говорите, я накосячила, и так далее. То есть, типа, с тем намеком, что, ну, что вы не должны были накосячить. Вот. Мне так, опять же, показалось. Хочется только понять, что стоит, вот, ну, в основе, что лежит в основе того, что вы, ну, что вы накосячили. Как вы говорите, что лежит в основе этого. Мне кажется, это такая достаточно важная история для понимания. Вот. А вы сейчас на себя за это вините. Был треугольник, из которого я выбрал одного из двоих. Ну, по сути, как бы, при наличии треугольников всегда существует некое противоречие между любовью, что он предполагает, ну, в той или иной степени, и необходимость отдавать. И потребностью, что предполагает необходимость получать. Вот. И, в этом смысле, данное противоречие у вас, оно, конечно, конечно же, есть, данное противоречие. И мне кажется, что вы, ну, просто, вот, не до конца его, это противоречие разрешили. Вот. Ну, просто, не до конца. Отдаете себе отсчета в том, что вы хотели и как, почему оказались, вот, собственно, в треугольнике, любом треугольнике. Который еще называют часто треугольником Карпмана. Вот. Вы можете сами почитать про, ну, про него, про этот треугольник в интернете. Вы можете сами поисследовать его и увидеть, как происходит процесс. Дальше. Точнее, выбрали меня и отвоевали. Ну, здесь, конечно, ситуация такая, что человек изначально проявлял к вам активность. И, конечно, то, как человек к этой активности относился, да, нужно выяснять, да. Потому что, если человек вас завоевывал, как вы говорите, если человек вас завоевывал, то не исключено, к сожалению, что завоевав вас, он начал терять к вам свой интерес. Потому что завоевание, оно часто влечет за собой именно такую историю, что после того, как достигается цель в виде, например, привязки человека, вот, к себе, человек перестает быть интересным. По-моему, с вами произошла некая, некая такая похожая история, некая такая похожая штука. И вы просто этого не замечали раньше. Вот. Самому по себе в этом ничего страшного нет. Вот. Но, тем не менее, как бы природа ваших отношений, она изначально строилась на вероятной жертвенности того, кто пытался вас завоевать. Потому что, ну, завоевание это практически всегда является жертвой. Дальше. В процессе отношений я осознал, как ужасно себя вязал, создавая этот треугольник. Ну, по сути, речь идет, опять же, да, речь идет о неком чувстве вины, которое у вас имело место быть, имеет место быть, по-видимому. Вот. И, на мой взгляд, очень важно, на мой взгляд, определить то, почему вы себя, к примеру, да, почему вы себя обвиняете. Вот. То есть, на мой взгляд, это очень важный момент, на мой взгляд, это очень важная история, которую желательно раскрыть. Расскрыть нужно именно вам. Дальше. Так. Тут вы просто игнорируете свои желания, которые привели к этому треугольнику. Искренне полюбила того, кто выбрал меня. Ну, человека, который вас выбрал. Видите ли, я ничего не говорю по поводу того, что вы искренне ли вы любили или нет. Вот. Но есть ощущение, что полюбили вы на чувстве вины. Вот. Я думаю, что это не самое лучшее, не самое лучшее основание для эмоций, если честно. Так, мне кажется, что, ну, как бы это не было, не было вашим чувством вины. Вот. Вот. Которое, ну, направлено, было направлено на... ...человек. Старалась быть лучшей и делать всё для того, чтобы они были гармоничными. Ну, имеется в виду, имеется в виду отношения. Смотрите, здесь, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что вы изначально себя не принимали, вы изначально видели себя как некое несовершенство, потому что вами двигало чувство, ну, чувство вины. Мне ситуация представляется такой, что это является тем, что отравляло вашу жизнь, потому что вы, ну, не были с собой. Просто. В отношениях. Вы старались быть лучше. Вы старались быть лучше. А такой... Такой, какая вы есть, вы себя не принимали. не принимали. В этом, в этом, мне видится, возможная, вероятная, проблема. а-а-а-а-а А-а-ам. Дальше мы сли, а-а-а-а-ам. Мы слили к лучшему будущему. много напокупали вещей вместе, завели домашних животных, хотели строить дом. Но тут вы не говорите о, тут вы не говорите о том, насколько много общего у вас было. Вы не говорите здесь о том, насколько вы были близки, вы говорите здесь о ваших совместных действиях, о ваших совместных, ну, планах, о ваших совместных достижениях. Мне кажется, что это опять же несколько не та история, которая раскрывает отношения. В процессе отношений у человека ко мне были претензии, что мне нужно повреждать. Ну, вот здесь нельзя, конечно, не обратить внимание на то, по сути, что человек не принимал вас такой, какая вы ездите. Вот. И, ну, лично я, да, не могу на это не обратить внимания, лично я не могу не обратить на это внимания. На то, что этот человек вас, по сути, отказывался, отказывался принимать вас такой, какая вы ездите. Вот. И мне представляется это достаточно серьезным препятствием для, ну, устраивания отношений. То есть вы, получается, из-за того, что чувствовали свою вину, вы из-за того, что ощущали свою вину, а, значит, соглашались с человеком относительно его требований. Вот. Человек не чувствовал, что вы как-то вот, ну, человек не чувствовал, что вы себя как-то отстаиваете. Потому что он чувствовал, как вы поддаетесь под его давлением. И это все меньше, а, влекло и, и облекло его, ква, к сожалению. Да. То есть, вот, было, а, завоевание, он нас завоевал, а потом, соответственно, ему, ему просто вот, чем больше он был с вами, да, тем, соответственно, тем меньше ему хотелось, а, а, сами быть тем меньше, тем меньше вы становились для него ценной. Вот. Это, безусловно, очень неприятная история. Это, безусловно, очень, эм, некомфортная история. Эм, вот. Но, мне думается, что она, эм, ну, что она вполне логична, учитывая, эм, учитывая, эм, то, эм, как вы выстраивали отношения, эм, ну, до этого. Вот. Мне кажется, это, это вполне логично. Дальше. Эм, так, значит, эм, она, эм, эм, ко мне были претензии, что мне нужно поврослеть. Вот это непринятие, все непринятие во все это, я старался за всех сил, но так и не смогла это изменить в себе. И это нормально, потому что у человека есть достаточно, эм, ограниченные возможности для того, что, эм, чтобы себя менять. Вот. Так что здесь вы абсолютно правы, эм, в этом смысле. Эм, и это нормально. Другое дело, что мне ко мне, мне, мне почему-то, эм, мне почему-то кажется, что вас это, эм, эм, смотивировало только лишь на то, чтобы, эм, еще больше, эм, эм, себя, ну, еще больше себя винить. Вот. Эм, ну, мне почему-то, так вот, этот момент, эм, показался. Типа вот, типа вот, я не смогла себя эм, эм, изменить, я не смогла сделать так, как хотел любимый человек. Вот. Тут есть еще, еще больше обвинений, еще больше, эм, самобичевания и, соответственно, еще, эм, меньше ценность, эм, эм, вас самой, для себя и для, ну, для другого. Дальше, эм, так, эм, не смогла остаться недостаточной и взрослой. Мне 30 лет, но мы сами знали, где-то в возрасте 16 лет, где был переломный момент моей жизни. Эм, слушайте, ну, помимо того, что нужно, эм, исследовать, что вы вкладываете вообще в это, что вы понимаете под, эм, вот этой вот невзрослостью, что вы понимаете под незрелостью, что вы понимаете под, эм, тем, что на уровне 16 лет, почему именно, именно на уровне 16 лет, да? То есть вот, ну, эм, этот момент нужно, нужно исследовать, эм, сам, ну, сам по себе. Эм, вот, эм, еще вы говорите, что у вас был переломный момент в, эм, значит, в 17 лет. Вот, это, ну, очевидно, это, эм, также вас, эм, в той или иной степени, эм, как-то, стравмировало, вот, вы вынесли оттуда, эм, некий, некий, вероятно, негативный опыт. Эм, вот, вам, мне кажется, эм, с этим опытом, эм, нужно помочь, эм, разобраться. Вот, ну, мне так, опять же, это видится, мне так это, это, представляется, да? Вот, то есть я здесь, эм, ни в коем случае не хочу на вас как-то вот давить, да, ни в коем случае не хочу, эм, говорить, что, нужно, нужно как-то, как-то поступать, но, не видится так. Эм, история. Эм, дальше. Дальше. Значит, соответственно, человек, эм, не захотел, понимать, а дальше, да, что-то, эм, сейчас терпение человека истекло, и он, и он хочет идти по жизни без меня, так как понимает, что я не тот человек, человек, в котором он хочет быть. То есть, по сути, человек вас никогда, эм, не принимал, эм, такой, какая вы есть, а надеял вас, эм, переделать. Вот, вот, просто надеял вас переделать, надеялся, что вы станете именно, эм, именно, эм, той, эм, кого человек, эээ, хотел видеть. Вот, ну, это, эээ, сложно назвать любовью, эээ, потому что, эээ, вот, принятия, эээ, принятия, эээ, не было, ээээ, с его стороны. А, с вашей стороны, было, вот, такое ощущение, как, как, как было, ээээ, постоянной вины, то есть, постоянное чувство, чувство вины было у вас. И, человек, вероятно, сказалось, что вы нуждаетесь в нем больше, чем человек вас. Ээээ… Дальше. Эээ... Значит. Эээ, так. Я в тупике. Ну, здесь вам, я могу порекомендовать исследовать, эээ, Проследовать психологическую игру в тупик, вот, мне больно и обидно за себя, от чего больно, от чего обидно, давайте это раскрывать, как это по вам ударило, с другой стороны я не хочу никого мучить, здесь у вас проблемы над границами ответственности, потому что вы не можете никого мучить, люди сами делают свой выбор. Мне нужен совет, либо попытаться в очередной раз всё исправить, как, что именно, либо простить её и себя, отпустить, оба варианта безумно сложные, не знаю, как с этим исправиться, в этом не нужно справляться, это нужно решить, в этом вам поможет психолог, к чему вас ближе, к чему вас ближе, к чему вас ближе душа и что вы хотите сделать, также можно разобраться на личной консультации, потому что такой совет, так поверхностно опирающийся на ту инфраструктуру, информацией, которую вы дали, будет скорее вредным, нежели чем полезным, вот, плюс вы склонны подавлять свои чувства, склонны подавлять свои эмоции, а их нужно именно проживать, в этом вам тоже бодро потребуется помощь. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...